Патриотипа. Заявление о том, что ребенок не может этого делать по своим религиозным угождениям, это претензия, заявка на самостоятельность, на свободу совести, в конечном счете, на прематрелигиозных угодение на Государствие. То есть ребенок из семьи свидетелей Егоvar считает свой совесть первичным, обязанности перед Государством вторичным. Далее. С vehiclefried перед самим собой, своей совестью первичным, обязанности перед Государством вторичными. Далее, президент Джонсон, когда во время Вьетнамской войны демонстранты начали сжигать американский флаг, подписал закон о защите флага. Но и этот закон Верховный суд отменил по причине все той же первой поправки. Если флаг моя собственность, я его не украл, не сорвал с чужого дома или общественного здания, я могу делать с ним все, что мне угодно. Когда я приехал сюда больше 20 лет назад, я почти не слышал слова «патриот» от политиков. Мне кажется, оно вошло в моду после 11 сентября 2001 года. В 2004 президента избирался Джон Керри. Он уже не вспоминал, что когда-то выбросил свою вьетнамскую медаль через ограду Белого дома. Наоборот, позиционировал себя заслуженным ветераном Вьетнама. А его оппоненты пытались доказать, что он плохой солдат и напоминали о его прежней позиции. В 2008 избирался Джон Маккейн. И вот он как раз сделал свой вьетнамский послужной список центральным пунктом своей кампании. Тогда уже без удержу стали употреблять слова «патриот» и «патриотизм». Ну и отдельная эпоха президентства Трампа. Вот когда патриоты развернулись вовсю Шир. Он объявил прямо-таки войну футболистам, встающим перед матчем на одно колено. Очень любил всякие помпезные церемонии с государственной атрибутикой. Обнимался с Куагом. Слово «патриот» у него не сходило с языка. И вот, извините. Ремиджи, называвшие себя патриотами, пошли. Созданы поэтами. Русская, русскими. Украинская, украинскими. На самом деле все нации созданы поэтами. Русская, русскими. Украинская, украинскими. В 19 веке... Русская, украинская, украинская, украинская. В 19 веках.